Несколько сотен сомнительных проектов и лохотронов я вывел на чистую воду, делая на них обзоры. Скорее всего вы уже знакомы со мной, но для тех, кто впервые обо мне услышал, представлюсь. Олег Комов. Я автор статей на различных сайтах и блогах, посвященных разбору полетов в теме онлайн-заработка. Но на этом сайте, этим первым видео, я начинаю свой новый проект. Здесь я буду делиться только рабочими схемами и проектами, которые действительно приносят деньги. На одном из форумов ко мне, как к эксперту, обратился пользователь с просьбой рассмотреть и проверить проект Кейстартер. И в этом видео я сделаю полный обзор на этот сервис. Поехали! Сразу скажу, что я смог заработать 77 800 рублей, используя этот сервис за первые дни тестирования, и это уже о многом говорит. Но обо всем по порядку. Ниже, под этим видео, я разместил ссылку. Проходим по ней и попадаем на сайт проекта. Как я выяснил, Кейстартер – это полузакрытый проект, и если мощности вашего устройства не хватит, то вы просто не сможете зайти на сам сайт. Сейчас как раз и проходит проверка совместимости для работы. Вообще, требования, как я понял, не завышенные. Для чистоты эксперимента я пробовал зайти с разных устройств. Почти в 100% случаях устройства подходили для работы, и только один слабенький ноут не прошел по критериям. Если проверка прошла успешно, то мы попадаем вот на такую страницу регистрации в сервисе. Очень важный и приятный бонус. При регистрации вы получаете бонусный ключ, который обязательно скопируйте, так как этот ключ – реальные деньги. Сейчас все сами увидите. Так, придумаем логин. Можете писать тот, который обычно используете, например, свою электронку. Придумаем пароль. Повторяем пароль, чтобы избежать ошибок. Нажимаем на кнопку. Попадаем в личный кабинет. В первой части видим логин и баланс счета. Тут статистика профиля и состояние сервера. В данный момент онлайн. Если будет офлайн написано, то доступа в другие разделы вы не получите. Теперь к самому интересному. Кейстартер – это специальный софт, то есть программа, которая генерирует онлайн-валюту, используя сетку удаленных компьютеров. Эту информацию я получил из источников, которые компетентны в этих вопросах, и эти же источники предвидят стремительный рост данного способа заработка. А этим людям я склонен доверять. Вот именно поэтому в систему не проходят слабые непроизводительные устройства. В обмен на наши мощности сервис предлагает пользователям доступ, так сказать, к общему котлу. Доступ осуществляется путем ввода специального электронного ключа. И первый ключ мы получили за регистрацию. Сейчас его активируем. Запускаем программу Кейстартер. Вводим ключ. Запускаем программу. Сейчас происходит распаковка ключа. Как я понял, каждый ключ дает доступ к какому-то количеству мощностей из общей системы, и уже программа конвертирует их в рубли. Я при первой регистрации получил примерно 900 рублей. Двое моих коллег, которых я также привлек к тестированию, получили 1500 и 1800 с бонусных ключей. Ждем зачисления средств. Ха, вот блин, мне повезло не так сильно, 620 рублей. Надеюсь, вам повезет сильно больше. Как видите, деньги уже на балансе. Увы, вывезти их на данном этапе не получится, так как минимальная сумма для вывода составляет 3000 рублей. Но не паникуем. Сейчас покажу, как быстро решить эту проблему. Кстати, если вам с бонусных капнет более 3000 рублей, то их можно будет вывезти сразу. Заходим в магазин ключей. Как я и говорил ранее, доступ к Кейстартер программе открывают разовые электронные ключи. Первый вы получаете при регистрации, остальные всегда можно брать в магазине. Я покупал разные ключи, все они приносят доход. Максимальный доход с ключа, который вы можете получить, указан под его стоимостью. Сами ключи постоянно обновляются и порой попадаются в ВИП-ключи с возможностью получить более 10 тысяч рублей за раз. Но такие ключи редкость. Скажу сразу, что ключи, которые стоят дороже 1 тысячи рублей, в 99% случаях приносят денег намного больше своей стоимости, а дешевые зачастую приносят меньше своей стоимости в 50% случаях. Для чистоты эксперимента я использую этот новый аккаунт и куплю несколько ключей. Для начала я куплю ключ за 1200. Он может выкачать из программы до 5000 рублей. Видим, что свободных ключей для покупки три. Нажимаем «Купить». Выбираем удобный способ оплаты. Я картой оплачу. Вводим свои данные. Имя, имейл. Ввожу данные карты. Сейчас введу смс-подтверждение. Ключ успешно куплен. Копируем данные ключа и переходим в раздел «Запуска программы». Напомню, что ключ можно использовать только один раз. Вставляю данные и запускаю машину. Происходят уже знакомые действия. Процесс не самый быстрый. Ждем самого интересного. Сколько же мы получим с этого ключа? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эти средства прибавится к балансу. На читу 4780 рублей. Эти деньги уже можно вывести. Но, как я и обещал, я возьму еще ключ. Теперь возьму самый дешевый. Это ключ за 600, который может принести до 1100 рублей. переходим к оплате ключа все то же самое ввожу данные данные карты смс и и и и Попадаем на страницу получения заветного номера, копируем и запускаем. Ждем распаковки, конвертации, снова ждем. Продолжение следует... Вот о чем я говорил, 307 рублей. Опять же повторю, в дешевых ключах вероятность получить больше, чем вы за него заплатили 50 на 50, поэтому пробовать стоит даже хотя бы для проверки. А в ключах стоимостью от 1 тысячи рублей я ни разу не получил меньше его стоимости. Средства с этого ключа тоже поступили на баланс, теперь можно и вывести. Заходим в раздел вывода средств, выбираем удобный способ, тут их масса, все популярные присутствуют. Я буду на карту выводить, у меня две основные карты. Первая, это конечно же Сбербанковская, а на нее деньги минут 30 доходят, а вторая карта у меня дебетовая от Тинькофф банка, вот на нее моментально приходят. Чтобы не ставить видео на паузу и не прерывать мое реалити, выведу именно на нее. Вожу номер карты, заказываю вывод. Ждем совсем чуток. Информация в профиле обновилась, выведена 5 087 рублей. Давайте проверим поступление на счете. Откровенно говоря, я уже вижу смс о пополнении баланса на карте, но все же давайте я зайду в интернет-банк. Вот мой кабинет, вот мой баланс. Это статистика по моим расходам за месяц, а вот и само поступление. Ниже вы можете увидеть и списание за оплату ключей, как раз с этой карты я их и оплатил. Круто? По мне так очень даже круто. Кстати, еще одно наблюдение. После покупки седьмого ключа в сутки, все остальные дают меньше своей стоимости. Видимо, это сделано, чтобы систему не выжимали и таким образом дают заработать всем. В финале своего видеообзора хочу попросить вас присылать мне проекты, которые, по вашему мнению, рабочие. Я их буду проверять и рассказывать о них на своем ресурсе. Помимо всего, я добавил на сайт блок комментариев. Поэтому пишите о своих результатах в проекте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok